Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, рад всех приветствовать, рад, что форум в этом году проходит, в том числе в таком формате, мы имеем возможность пообщаться. Действительно, сегодня тема моего выступления, она прозвучала очень правильно, и мы должны разделить два, наверное, блока задач, которые сегодня стоят перед пациентскими организациями, перед обществами пациентов, в том числе с учетом уроков тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, которую мы уже можем, так сказать, извлечь и проанализировать. Заранее приношу извинения, что я без презентации, но, как я уже сегодня объяснял коллегам, наверное, за 15 лет моей общественной деятельности в этом сегменте я, наверное, уже в течение, наверное, суток на любые вопросы готов ответить, даже если меня поднять, не в плане, так сказать, саморекламы, а в плане того, что мы вынесли за последние несколько месяцев работы в том числе. В первую очередь я хотел бы остановиться на актуальных задачах, которые нам сегодня необходимо решать совместно с медицинским сообществом, и, наверное, на первое место я бы поставил вопрос поддержки пациентскими организациями врачей. Как бы это удивительно, может быть, не звучало, но именно сегодня в условиях столь напряженного режима работы всех медицинских организаций, не только тех, которые заняты борьбой с инфекционными заболеваниями, с эпидемией, очень остро стать задачей помощи и поддержки со стороны пациентских организаций именно врачебного сообщества, потому что сейчас главное на современном этапе это обеспечить возможность безупречного и четкого выполнения профессионального долга всеми медицинскими работниками. Главное здесь, безусловно, не только не мешать деятельности медицинских организаций и врачебных подразделений, врачей, но и всячески помочь врачам справиться с теми вызовами, с которыми им пришлось столкнуться в своей профессиональной деятельности. Безусловно, хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников, поздравить с прошедшим праздником Днём медицинского работника и, в первую очередь, пожелать крепкого здоровья всем нашим докторам, медицинским сестрам и иным медицинским работникам, которые обеспечили в тяжелейших условиях бесперебойное функционирование системы оказания и онкологической помощи и иных видов медицинской помощи населению. Поэтому это главная задача, на мой взгляд, одна из основных текущих задач. Безусловно, у нас сохраняется актуальность исполнения наших общественных функций. Напомню, что пациентские организации именуются в законе как общественное объединение по защите прав граждан на охрану здоровья. Мы все обратили внимание, что с начала ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, с начала вспышки инфекционных заболеваний, у нас увеличилось число обращений в пациентские организации на горячие линии, на почту, с очень тревожными вопросами, которые касались всего спектра вопросов, касающихся получения медицинской помощи, либо получения психологической помощи. Потому что, конечно, наши пациенты в первую очередь переживали, а удастся ли сохранить на должном уровне и в должном режиме доступность медицинской помощи. По профилю онкологии, в первую очередь. Конечно, это касается наших же пациентов. Надо отметить, что здесь очень важна наша информационная работа, потому что, несмотря на развернутое информирование населения в условиях пандемии, мы не все четко знаем, что предлагается органами управления здравоохранением, в том числе на местах, какие меры принимаются для того, чтобы обеспечить бесперебойное лечение и диспансерное наблюдение наших пациентов. В частности, движением против рака была развернута работа, в том числе по информированию усилий Министерства здравоохранения и правительства Российской Федерации по сохранению прежних объемов оказания медицинской помощи, объемов гарантированных программами государственных гарантий. Мы помним, что с учетом постановления правительства Российской Федерации от 3 апреля сокращение этих объемов для онкологической помощи, помощи по профилю кардиологии, и помощи пациентам, нуждающимся в диализе, не произошло. И, как в конце апреля министр отметил, удалось в том числе еще и сохранить объем финансирования мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями в прежнем запланированном объеме. Я хочу сказать, что с учетом расходов, понесенных государством на борьбу с пандемией, а это порядка полутриллиона рублей, то есть половина бюджета Федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, это большое достижение. Поэтому в этих условиях наша информационная работа, в том числе касающаяся навигации, сопровождения пациентов, возможности предоставить им достоверную информацию о том, где, как, что они могут пройти, она остается крайне актуальной и востребованной. Просил бы всех коллег на это обратить внимание, потому что сегодня это крайне важно, и это важно здесь и сейчас, потому что люди наши должны получать медицинскую помощь в соответствующем, в плановом режиме. Немаловажной остается, так сказать, задача и в том числе нашей плановой работы по общественному гражданскому контролю, которая сводится к формированию адекватных и конструктивных предложений по совершенствованию и системы оказания онкологической помощи и всех ее составляющих частей. Сегодня очень важным оказался вопрос, и мы его обсуждали уже на различных площадках, не могу на нем не остановиться, совершенствование системы лекарственного обеспечения. Надо отдать должное, что с момента формирования нового состава правительства Российской Федерации Министерство здравоохранения эту работу, так сказать, не снижало ни в коем разе. Этот темп сохранен, несмотря на пандемию. Напомню, что днями были приняты соответствующие управленческие решения. Так Минздрав предложил проект распоряжения правительства о создании казенного учреждения Федеральный центр лекарственного обеспечения. С этим предложением мы на протяжении более чем 10 лет своего существования не раз выступали на форуму движения против рака о создании единого управленческого инструмента по управлению федеральными закупками лекарственных препаратов. Такое решение предложено на рассмотрение правительства Российской Федерации Министерством здравоохранения. Основная цель и задача этого федерального казенного учреждения это закупка лекарственных препаратов для всех федеральных программ, включая национальный проект здравоохранения. Ну и, соответственно, как мы с вами понимаем, его значимую составную часть это федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями. Вы все знаете прекрасно, какие средства ассигнованы на реализацию проекта, поэтому консолидация и управление процессом, на мой взгляд, в одних руках с ответственностью министерства за это, это очень хорошее решение. Министерство здравоохранения недавно же подготовлено и размещено в импортальной правительстве реперечных блоках, где можно познакомиться с этим проектом. Поправки в постановлении правительства номер 871 от 2018 года, которое регламентирует правила формирования перечни лекарственных средств. Идея, основная идея обеспечения пациентов лекарственными препаратами по перечню ЖНЛОП, тоже многие пациентские организации и профессиональности, что об этом не раз говорили. Предполагается ликвидация перечни региональной льготы, и это шаг к унификации. И создать прозрачного, транспорентного механизма обучения пациентами с СИГРОМ. Конечно, при дотовке этого документа не обошлось деструбить в межреженство, но за действием так, допустим, федеральный дотов на пациенте, и вещества в порядке в показаниях. Условно говоря, мы с вами понимаем, что есть лекарственные средства, которые могут быть использованы при лечении различных заболеваний. Предлагается вносить такие лекарственные средства для каких-то конкретных заболеваний, которые действительно должны быть признаны жизненно необходимыми. Но, тем не менее, в рамках этих поправок планируется, что Минздрав будет утверждать требования к металлогическому качеству клиника экономических исследований, лекарства и исследований с использованием анализа влияния на бюджет, о чем мы говорили неоднократно, и что уже, в принципе, было, так или иначе, де-факто использовано в работе профильной комиссии по формированию перечней. Мы неоднократно, повторюсь, попросили создать некие единые, а они отправили системы для пациентов, чтобы люди знали, кому что положено бесплатно за счет средств государственных гарантов. Безусловно, и другие сегменты работы по лекарственному обеспечению должны быть с нами сегодняшними задачами. Мы видим определенные уроки пандемии и инвалидные, то есть обсуждать этот вопрос очень более месяц назад и реабилитированных институтов нашей страны на необходимость погружения ее в систему ОМС для того, чтобы более распространенные методы лекарственного лечения, которые не требуют помещения пациентов, стационары, дневной стационар, также были надежно защищены, а не зависели от региональной льготы. И мы над этим вопросом, безусловно, будем вот не просто в краткосрочной, а в актуальной, еще в сегодняшней перспективе работать, продолжать эту работу. Мы, так сказать, взаимодействовать будем и с правительством, и с Министерством здравоохранения, и с Федеральным фондом ОМС, которые пока что немножко костно относятся к некоторым инициативам, в том числе к вопросам погружения амбулаторного лекарственного обеспечения в систему ОМС, хотя ресурсы, на наш взгляд, и на взгляд экспертного сообщества для этого имеются. Поэтому эту работу мы, конечно, продовольны. Безусловно, в условиях текущей сложившейся ситуации остается важной задачей психологии, поддержки наших пациентов, всяческих занятостей и общественно полезными инициативами, в том числе с помощью использования современных информационных технологий, поскольку, конечно, в условиях распространения инфекционных обеспечений общей и тет-атеты идеальных июлях, которые мы санитарно проводили. И, конечно, надо придерживаться рекомендаций санитарных властей по укреплению санэпидрежима, вести в том числе и эту работу для наших пациентов, потому что, к несчастью, у нас есть люди, которые не только, так сказать, Николай Петрович, я прошу прощения, у нас нестабильная связь, мы вас очень плохо слышим. Сейчас слышно, Татьяна Юрьевна? Мы вас слышим, но с перебоями, поэтому у нас осталось 3 минуты, потому что связь очень плохая. Очень плохо, да. Это не от нас, это с вашей стороны идет. Я понял, но у меня вроде все работает, доступ к интернету полный. Интересно. Значит, к вопросу, завершая актуальные задачи, в части формирования всякой волонтерской помощи, здесь я бы передал пальму первенствам молодежным организациям и подразделениям народного фронта, все-таки нехорошо, когда битый и не битого вывозят, поэтому давайте мы будем помогать друг другу, в первую очередь информационно, а не путем контактирования. Далее, в части работы по совершенствованию лекарственного обеспечения, будем эту работу продолжать, в части вопросов стратегического развития пациентских организаций на ближайшие десятилетия, с учетом, в том числе, выводов, сделанных в итоге первых месяцев пандемии. Хотелось бы обратить внимание коллег, что еще раз, у нас защитная функция, основная, это помощь пациентов в защите их прав. Наверное, сегодня и в ближайшие годы отойдут в прошлое многие наши форматы мероприятий, мы их будем менять, искать новые форматы, более удобные и для пациентов, и для широкой аудитории. Безусловно, основная наша задача на сегодняшнем этапе и в ближайшем, как мне видится, сводится к тому, чтобы не просто, так сказать, быть каким-то, так сказать, голосом пациентов, но в первую очередь не мешать органам управления здравоохранения и врачам выполнять свой профессиональный долг. Я не в плане похвалить Министерство здравоохранения, Михаил Альбертовича знаю уже лет 10, наверное, как бы мы с ним общались в разных качествах, продолжаем общаться, но они реально делают очень большую работу. Мы видим, что в условиях, в тяжелейших условиях, система здравоохранения не рухнула, как и не рухнула система онкологической помощи. Запас прочности у нас есть, и это обнадеживает. Конечно, были определенные проблемы, но качество органов управления здравоохранения, там, где действительно управленцы качественные, с этими задачами удалось справиться. Поэтому стратегически нам важно выработать новые подходы к защите прав пациентов и новые подходы в гражданском контроле, чтобы наши инициативы действительно носили четкий, выверенный характер, и мы не мешали профессионалам выполнять их служебный долг. И, безусловно, нам нужно подумать о новейших формах взаимодействия на горизонтали врач-пациент, потому что, безусловно, сегодня и в ближайшем, и в дальнейшем без поддержки врачебного сообщества со стороны пациентов невозможно будет обеспечить ни доступность, ни качество медицинской помощи, ни нормальное человеческое отношение в различных звеньях системы здравоохранения. От этого зависит во многом залог успеха. И, конечно, здесь остаются новые формы информационно-просветительской работы и другие наши задачи. Поэтому я хочу всем пожелать успехов в нашей нелегкой работе, справиться с текущими задачами и, перегруппировавшись, собраться силами для решения стратегических задач на ближайшее десятилетие, которое, конечно, не будет легким, конечно, мы будем иметь новые вызовы, но мы должны сейчас уже сосредоточиться на поиске новых форм работы, которые бы приносили пользу в первую очередь пациентам и медицинским работникам, для того, чтобы обеспечить новое качество медицинской помощи, новое качество жизни, новое качество отношений на уровне врач-пациента, что на сегодняшний момент является крайне и крайне важным. Спасибо, коллеги, я готов ответить на вопросы. Продолжение следует...